Я повторю для записи, на запись повторю. Сегодня мы снова продолжаем тему изумления, но касаемся уже более глубинных слоёв, причинных слоёв изумления. Потому что снимка уже началась, я повторяю. Сегодня мы продолжаем тему изумления — изумления. Но сегодня мы будем идти глубже, мы будем исследовать более глубокую исследование о структуре из изумления и о правильном элементе из изумления. Для начала я повторю сам стих, чтобы мы вернулись в это состояние, состояние, которое дарит этот стих. Это особенное состояние благодарности Шримати. Сегодня мы видим, что в этих словах номер 19 о Ширадрасе Суданиде мы видим специальное ощущение из Шримати Радика — ощущение благодарности. благодарность, которая выражается в объятиях своей служанки, когда она обнимает свою служанку. Это ощущение, которое она выражает к своей мастерам, благодаря её. «Пусть же дочь Махараджи Вришабхану, которая становится изумлённой, подобно золотистой льянице Топчампака…» «Мне нужна книга, чтобы не сочинять перевод по ходу. Уже есть её!» «Мэй, the daughter of Maharadjavri Shabhanu, who becomes astonished like a wine of golden Chapaka flowers…» «Когда она видит Кришну…» «…when she sees Кришну…» «…и которая смущается, слышит звуки его флейты…» «…and who becomes overwhelmed when she hears the sound of his flute…» «…любовно обнимет меня в то время, когда я буду петь для неё славу Шьямасундра». «…embrace me with love, while I constantly sing Шьямасундра's glories to her…» «…любовно обнимет меня в то время, когда я буду петь для неё славу Шьямасундра». «…embrace me with love, while I'm constantly singing Шьямасундра's glories to her…» «…we can repeat this line as a prayer…» «…we can repeat this line as a prayer…» «…в последней этой строчке столько настоящего…» «…столько глубины…» «…столько смысла…» «…in this last line…» «…so much deepness…» «…so much reality…» «…so much meaning…» «…ммм…» «…одна этой строчки переносит тебя в область настоящего…» «…just this line can transfer you to the reality…» «…to the present…» «…в область твоих личных сокровенных желаний…» «…to the sphere of your own secret or intimate desires…» «…в область объятий Шримати…» «…that sphere where Шримати Радика embraces you…» «…когда Радика благодарно отдаёт всё себя своей служанке…» «…ведь служанка возвращает ей не меньше, чем жизнь…» «…because that maid servant returned to her, not less than life…» «…и мы будем сегодня разбираться в нюансах…» «…and today we will try to understand so many details…» «…here…» «…я готова» «…го, хорошо, рады, рады» «…и так, давайте вернёмся в ситуацию…» «…в ситуацию…» «…в саму…» «…ши радха, изумлённая песней флейт» «…let's get back to our situation…» «…where she рада is astonished with a fruit song» «…как же сладка преданность в практике, когда человек пылко молит о служении и аудиенции возлюбленного Божества» «…how sweet is the stage of devotion practice, when one eagerly prays for the service and the audience of the beloved» «…and the eternally liberated associates of the Lord pray for this taste, and the Lord fulfills their prayers» «…кришна сказал Лилашукой, «…я дам тебе вкус блаженства жизни во Вриндаване в теле практикующего преданного» «…кришна сказал Ши Лилашука» «…I will make you taste the bliss of living in Vrindavana in the body of a practicing devotee» «…преданный ощущающий боль и разлуки с Господом находится в том же положении, что и жена домохозяйка, чей муж уехал» «…такая предная жена не идет в дома других людей, не участвует в празднествах, не укладывает свои волосы, не наряжается» «…право она просто сидит дома плача из-за разлуки со своим мужем» Подобным же образом преданный, ощущающий разлуку с Господом, отбрасывает все наслаждения чувств. Сладость и красота служения Радхи неописуемы. Шрипада стена, пусть же Шри Радха океан качеств проявится в моем сердце. Внезапно, как ответ на молитву, он получает трансцендентное видение. Это конец ночи. И Шрипада в форме служанки занимается служением Шримати. В то время, когда она находится в доме своих родственников в Явате. И вдруг, и вдруг начинает звучать, вибрировать флейта Шимасундары. И вдруг Шимасудара вибрирована. И это подобно грому среди ясного неба. Это сладкая песня флейты, подобно мантре, привлекающей ум каждого. Флейта Шри Кришны, подобно молнии Индры, которая сокрушает гору терпения Радхи. Когда Шри Радхи слышит флейту, она теряет терпение и становится взволнована и изумленна. Подобны ли они цветов Чампок? Изумление – это результат расы. Это тема нашего сегодняшнего обсуждения. В прошлый раз мы прикасались к теме изумления как сущность расы. А сегодня мы идем в этот процесс, процесс исследования. Что же это такое? Что же это за состояние, которое проживает Шримати? Почему оно останавливает ее? И здесь мы видим другую сторону этого явления. Здесь мы видим, что изумление является следствием или результатом расы. То есть та раса, которая возникает неожидаемо. Раса – это ошеломляющее, всяхватное, невыносимое желание. Ошеломляющее, всяхватное желание. И здесь возникает вопрос, который мы должны обсудить. Почему? Почему Радхика останавливается? Из-за изумления Шри Радха не может выбежать на свидание с Кришной. Мы обсуждали этот момент на прошлом вечернем русском зуме. И мне очень важно получить, собрать этот нектар от каждого. Собрать, чтобы мы погрузились в эту сокровенную тему. Почему изумление останавливает Радхику? Почему она не может выбежать на свидание с Кришной. Почему она не может выбежать на свидание с Кришной. И заранее обучает своих служанок, что нужно делать, когда наступит такой момент. Так что же с ней происходит со Шримати? Какие у кого есть предположения? Что вы думаете? Что вы думаете? Пожалуйста. Радья, радья. Что вы слышите? Спасибо, Дамодар, за то, что поднял такую важную тему, тему изумления. Хочу повторить то открытие, озвучить то открытие, которое я сделала в прошлой неделе. И затем я хотел бы поделиться этими двумя комментариями с вами, которые я сделала. Я понял, что вот это изумление – это ответ на вопрос, на который мы не знаем, как его спросить. Изумление – это когда мы открываем и ответ на вопрос, который мы для себя не могли сформулировать. Почему это так важно для Рада? Любой вопрос обычно основан на том, что мы уже знаем. То есть, задавая вопрос, мы уже одной ногой стоим в ответе. То есть, мы знаем, о чём речь. И удивление – это в каком-то роде такое непознанное, да, трансцендентность. Когда Рада находится в состоянии изумления, и её ум улетает такое непознанное для неё самое место, и она ещё никогда не была. Да, 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 да. В этот момент Рада превосходит себя всё. И что заставляет её расти, её любовь? И по-другому, изумление можно назвать бесконечным расширением тепли. И сейчас хочу ответить на твой вопрос, почему она застывает, останавливается. Я думаю, что она останавливается, её любовь растёт, когда она находится на расстоянии от неё. Её любовь растёт, когда она находится подаль от него, когда она находится в состоянии удивления от роста этой любви, восхищения этих. И когда Радха и Мохан встречаются, то происходит такой парадокс любви, ну, можно сказать, трагедия любви. Что любовь останавливает свой рост. Рады, рады. Рады, рады. Сколько близкого между нами? У меня мурашки по всему телу бегают. У меня мурашки по всему телу. Мы тамадоры. Конечно, мы братья. Мы двойные братья. Ой, мы с тобой братья, конечно. Да. Как будто бы мы пьём из одной чаши. I feel like we are drinking from the same cup. Точнее, из одних ладошек. It's better to say not from the cup, but yes, from the palms. It's saying. Yes, exactly. Он говорит, да, да, я абсолютно точно так же чувствую. Да. Кто-то ещё хочет высказаться или я сделаю комментарий на комментарий? Maybe someone other want to share their feelings or I can comment the commentary. Please feel free. А кого есть ещё какие-то варианты? Почему Радика не может бежать? Что останавливать её? Кто-то имеет идеи, почему Радика не перестанет и перестанет? Почему она не идет сразу, чтобы встретить её любимого? Тогда я сделаю комментарии на слова Удхова. Удхова. Then, please let me give some commentary on Udhavadji's biblical works. Я совершенно согласен. Совершенно согласен с этим эмоциональным высказыванием. I'm completely, I'm completely agree with this emotional sharing. Первородности этого явления. Изумление – это высший вид восторженности. Изумление – это высший вид восторженности. Самаяne. Кон��ается. Изумления – это высшего любого эмоционального. ОлонAudi. Оностран date. Это яркость данный отстаивна – identify versus violent intuarius Я повторю, изумление — это высший вид восторженности, характеризующийся потерей своей кождественности. Потеря всех ориентиров и выражается как оцепенение. Почему это происходит? Почему Радика останавливается? Потому что она проживает это впервые. Она всегда проживает это впервые. И она проживает себя впервые. Не заново, не вновь, впервые. Она не испытывает это в новом способе. Нет. Всего времени для нее — это впервые, очень впервые. Будто до этого ее ни разу не было. Будто до этого она не существовала. Она никогда не испытывала это. Она как заново рожденная. Заново рожденная в неизвестном ей мире. С неизвестными законами. В неизвестной для нее форме. И она не знает, что делать. Она ошеломлена. Она не знает, что делать. И она не знает, что делать. Потому что она никогда не проживала это. Потому что она никогда не испытывала это. В реальности мы не живем памятью. Мы живем чувством, которое проживаем впервые. Мы испытываем чувство. Мы испытываем новое и новое. В новом способе. И это всегда удивляет. Это всегда изумляет. Радика не знает, что делать. Потому что она никогда этого не проживала. Радика не знает, что делать. Потому что она никогда не испытывала это. Она никогда не проживала себя. И здесь смена ролей появляется между служанкой и Радикой. И здесь мы можем видеть манджери. И манджери бережно дают ей берега. И манджери, в очень внимательном способе. Они дают ей эти берега. Они даруют берега ее бескрайности. У этой безбрежности появляются берега. Берега – это качество личности. Это самоопределение. Они даруют ей тождество. Этого. Они даруют ей эту идентификацию. Они даруют ей смысл ее жизни. Они даруют ее эссенцию ее жизни. То есть они даруют реке океан. Чтобы она могла течь к нему. И Радика испытывает глубочайшую признательность за это особенное служение. Да, и мне очень понравилось, как Утхаба уже сказал, про парадокс. Да, парадокс реальности. Парадокс реальности. Чувственный парадокс реальности. Мы видим это родное впервые. В реальности мы всегда видим впервые. Но действуем безошибочно интуитивно. Но мы можем действовать с нашей интуицией. И мы не делаем ошибки. То есть знание о предмете нашего восприятия к нам приходит как озарение. Я не очень понимаю. То есть знание о предмете нашего восприятия к нам приходит как озарение. Это непрерывные вспышки изумления. Но мы узнаем там все как свое родное. И всех как своих родных. Там все любит нас и там мы любим все. И это чувственный парадокс реальности. Мы видим это родное всегда впервые. И всегда точно знаем, что нужно делать. И поэтому мы кинкери. Кинкери. Кари делать. Кинк Кари, что делать? Мы точно знаем, что делать. Мы точно знаем, что делать. Зная, не зная. Городев часто говорит об этом парадоксе Он говорит, будьте как дети Городев, очень часто он говорит о этом парадоксе Потому что он постоянно говорит, будьте как дети Но не в плане беспомощности Но он говорит, не в плане этого восторга, восторженности Когда ребенок воспринимает весь мир впервые Здесь мы возвращаемся опять, возвращаемся вот в это состояние Когда Радика изумлена, и это изумление останавливает бег Почему она не может бежать? Почему она не может бежать на свидание с Кришной? Почему она не может бежать на свидание с Кришной? Потому что она не знает себя Она смущена, изумлена теми чувствами, которые рождаются в ней Это новые чувства Ее новые личности И как Удхабаджи совершенно верно сказал Она превосходит себя И как Удхабаджи, он говорит сейчас Он говорит очень правые вещи Очень умные вещи Это означает, что Радика Она превосходит себя Любовь превосходит себя Абсолютная истина превосходит себя Абсолютная истина превосходит себя Познает свою новую личность впервые И в этом процессе мы занимаем центральное служение Потому что Абсолютная истина находится в этом процессе всегда И поэтому она всегда нуждается в этом типе служения Он для нее жизнеобразующий Потому что непосредственно связан с Тождеством Самоопределением Это просто одно и то же слово получается Просто не все можно перевести на английский Прямо точно Нам крайне важно понять это Потому что Радика нуждается В этом всегда Каждый день И тема Это тема изумления Никогда не уйдет на второй план Потому что для нее это формообразующая И как мы уже говорили на прошлой встрече Все, что окружает нас Это результат этого изумления Здесь нет ничего, что не было бы связано с этим изумлением Когда мы связываем это с изумлением Радики Когда мы входим в состояние личной вечности Мы входим в состояние личной вечности Совершаем йогу Осознаем свою эмоциональную связь с ней Когда мы связаны с ней эмоционально То мы видим, как все связано с ней И мы видим ее боль Ее разочарование Ее безумие Ее гнев Ее задумчивость Ее восторженность Мир такой разный Потому что она такая разная Этот мир отражения ее совершенства Отражение ее тень И здесь, понимая себя Мы можем прикоснуться к пониманию К ней К ней К пониманию ее Потому что мы крохотные фракталы А абсолютная личность Мы анну аватары Мы анну аватары Мы как анну аватарас Есть вибху аватар А есть анну аватар Мы все в этом процессе В процессе ее самопостижения И двигателем этого процесса самопостижения Является ее изумление Ее незнание Это когда она проживает себя впервые Когда она слышит имя Кришны Она слышит его всегда впервые Когда она слышит флейту Кришна Она всегда слышит ее впервые Когда она видит его в кунжа Она всегда видит его впервые И она всегда поражена этому чувству Чувствует ее собственной новизны She's astonished by the feeling of ever-fresh feeling of new Шри Мати не может ничего сказать Когда она слышит ашьян Шри Мати cannot say anything When she hears about ашьян Или когда она на самом деле видит его Или когда она на самом деле видит его Это уже из комментариев Шри Пады Шри Мати не может ничего сказать Когда слышит ашьян Шри Мати cannot say anything When she hears about ашьян Она потрясена Ее благодарность не имеет границ И когда она слышит о нем Она видит его Потому что служанки Поют ей не просто песни Because my servants They are not just singing songs Они переносят образ Они рисуют образ Шемасундера на своих сердцах Они рисуют образ Шемасундера на своих сердцах They are painting the Шемасундера's image On the canvases of their hearts А потом бережно переносят его На холст сердца рафинка Поэтому, когда Радика слушает, она слушает с закрытыми глазами. Как же прекрасно ее лицо, когда она слушает Ашьян. Она изумлена. Из ее глаз льются слезы. Она наблюдает одну картину за другой. И служанки бережно, бережно ведут ее по этим тропинкам. Тропинкам ее новой жизни. Когда Шриман Махапрабху, принявший настроение Ширатки, был потрясен разлукой с Кришной. Его постоянно приводили в чувства Рамананда Рая и Сваруха Дамодара. Это происходило ночью, когда боль и разлуки еще больше усиливалось. И тогда Рамананда Рая начинал декламировать ему стихи о играх Кришны, а Сваруха пел песни. Он в это время находился в настроении Шримати. Стримати, который слышит флейты Кришны. И не знает, что делать. Служанки, лучшие доктора, которые излечивают Шримати от боли и разлуки с Кришной. Излечивают Шримати от боли и разлуки с Кришной. Это очень важно. Очень важно. Это называется Сан-Киртана. Вот именно это называется Сан-Киртана. Песни, которые приводят в чувство Шримати. Именно эти песни звучали в доме Шримаса. Именно эти песни звучали в доме Шримаса. И в Гамбире. Это Сан-Киртана. И она приносит немедленные плоды. Плоды благодарности. Плоды благодарности. Это ощущение объятия Шримати. Это ощущение над тем, как Радика и Схаги. Поэтому для нас, как для Кинкари, этот процесс жизнеобразующий. Процесс Сан-Киртана Сан-Киртана — это несовместное воспевание Это воспевание в настроении Это понимание для кого ты поёшь и для чего ты поёшь Кто конечный адресат? И что должно произойти? Какое действие? Какая клея? Поэтому мы кинем калий Мы точно знаем, что делать Мы точно знаем процесс Процесс, который приводит нас к совершенству В котором мы будем опять же следовать этому процессу Потому что несмотря на то, что мы узнаём его как свой родной процесс Мы всегда проживаем его впервые Но для нас, каждый раз — это первое Рады, рады У меня вопрос Может быть, он на вечерний зум Как кинкари, как они дают берега Радики? Можно перевести его Мы всё равно будем дублировать Может быть, просто другие хотят ещё что-нибудь сказать А он такой, наверное, широкий Смотри, если не будет никого, кто хотел бы что-то спросить То мы пойдём сюда У нас осталось 20 минут Теперь я хочу спросить Сейчас я хочу спросить Как Дамодар сказал Как Дамодар сказал Кинкарис И для того, чтобы приводить Радика Радика на острове И я хочу перейти к этому вопросу Но Дамодар Он сказал Мы только 20 минут И он eagerly пригласит И для того, чтобы Субтитры сделал DimaTorzok Радика на острове Дамодар is saying Like, if no one wants to speak So, please, repeat your question My question My question is How made servants How they're giving the shores To Radika I want to know this metaphor better What is it in reality How they're giving these shores На русском скажите ещё раз Мой вопрос был Как Да, Дамодар сказал О том, что Радика, она как широкая река Которая сама себя не может познать И в Манджаре их главная сева Это дать вот эту новую идентификацию Её личности Да, это как Поместить эту реку Бережно поместить в берега И вот У меня ум Как сказать Такой практичный Мне нужно на примере На какой-то Какая-то конкретика Что именно Как именно Как это происходит Это мой вопрос Когда Радика выходит Когда река Радики Выходит из берегов Она подобна океану Когда Радика Is flowing She is flowing Like a vast ocean Волны океана Они бегут В разных направлениях And these waves Of this vast ocean They are going In different directions Волны ищут берега And these waves They are seeking For the shore Океан Океан познаёт Своё глубину And the ocean Is only capable To know Its depth Но что делать Если океан Безбрежен But what to do If the ocean Is limitless Bottomless И бездонен Это останавливает Процесс So it's stopping The process Океан Не знает Свои цели And the ocean The ocean Doesn't know Its purpose И кинкери Дают Океан Берега So the Кинкери Service Is to give This ocean Shores Вот в океан Появляются Берега И он становится Рекой Океанов So when Кинкери They give Shores This past Ocean Turns to a River Like Ocean River Они дают Радике И Ее определение То есть Ее отождествление И Смысл Ее жизни So these shores They are giving Радике Her Self Identification And the Sense Of her Life Кто она Что ей следует Делать What she Should do И В этом Заключается Сева And this Is the Сева Они Знают Потому Что Помнят They Know Because They Can Remember Особенность Кинкери Это Бесконечная Память Они Являются Частью Результативной Триады Истины Я Прошу Прощения Не Знаю Как Перевести Результативной Триады Являются Творческой Частью Потенции Они Частью Творческой Потенции Кинкери Так Кинкери Кинкерис They Are Part Of The Creative Forces Той Потенции Божественной Которая Собирает Новый Опыт И Переводит Его В Творческую Часть Кинкерис Are The Potency Of The Supreme Truth Helping To Transfer Помогая Что Делать Они Собирают Опыт Этот Новый Опыт Давайте Да Они Собирают Этот Опыт Кинкерис They Are Taking The Divine Experience И Переводят Его Творческую Часть Творческую Потенцию And They Are Transferring This Experience To Their Creative Potency Creative Forces Говинда Мыхни Вас стало Слышно В два Раза Тише А Не Знаю Нормально Слушать Тише Стало Намного Тише Стало У Меня Просто Ничего Не Менялось Не Знаю Я Даже Не Знаю Что Подкрутить They Saying That The Voice Is Low Я Буду Стараться Тогда Погромче Говорить Поэтому У Кинкари Есть Образ Когда Радика Теряет Сознание Она Входит Состояние Ананги Ананга Не Имеющий Берегов Ананга Means Shoreless Having No Shores Не Имеющий Конкретного Образа Having No Particular Image И Кинкари Дают Ей Образ Образ Чувств И Образ Действия Исходя Из Нового Опыта Проживания Потому что Они Едины С ней Они Это Прозревают Прозрение Радики И Это Приводит Радика Чувства Даруют Ей Образ Ее Личности Переполняет Переполняет Энтузиазмом И знает Что нужно Делать Я ответил На Ваш Вопрос Переполняет Да Может быть Еще Какая-то Не знаю Алила В Лиле Есть Какие-то Примеры Конкретные В самой Этой В самой Истории Этой Все Описывается В самой Историей Когда Радика Слышит Песни Кенкари То они Приводят Ее Чувства Это не просто песни Которые Которые Запоминают Это неповторимые песни Это неповторимые песни 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 Которые Исполняются Впервые Потому что Эти песни Они 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 Неповторимые И Каждый Каждый Они Песняют Новые Песня Неповторимые Спасибо Радика Учит Кенкари Как слушать Ее Радика Как слушать И слышать Ее Она Замирает В изумлении Волосы На ее теле Встают Дыбом И Ее Лианоподобное Тело Походит На Лиан Цветов Чампака Украшен Цветами Экстаза Когда же Эта Служанка Поймет Изумление Сердца Радики Поймет Изумление Сердца Радики Когда же Эта Служанка Поймет Изумление Сердца Радики О When О When Will This Maidservant Understand Overwhelmed Радика Радики Изумление От Славы Имен И Игр И Качеств Хари Overwhelmed By What? By Pastimes And Qualities Of Хари Подобных Для нее Живительному Нектару That Are Like A Reviving Алексею Тихо Последнее Что я хочу Сказать Мы можем Найти Свое Вечное Всегда Что Найти Вечное Всегда Это Найти Найти Себя В Изумлении Найти Себя В Изумлении Найти Себя В Изумлении Абсолютной Истины Найти Себя В Замирании Ее Крепетного Сердца Когда мы находим себя в этом чувстве, то мы точно знаем, что нужно делать Когда мы находим себя в этом чувстве, то мы знаем, что мы знаем, что делать Ибо знание – это не информация Потому что знание – это единство чувств Knowledge is when we are in someone's feelings Знать, не зная It means that we know everything, not knowing nothing It means this is the sense of meaning of bhakti Bhakti Yoga Соединение с ней The union The union with her Bha 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 means Bha Bha means Bha means Bha Bha means This person Who is shining Bha Соединение Bha 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 Это Юдж, это Йога. Это счастье, понимание сокровенных чаяний своей госпожи. О, когда же эта служанка поймёт изумление сердца Расики? От славы, имён, игр и качеств Харии, подобных для неё живительному эликсиру. И glorify the names, pastimes и qualities of Харии that are like a reviving elixir to her. Вино Дени Радха, моя госпожа, затем обнимет меня. Вино Дени Радха, my mistress, will then lovingly embrace me. Шрипада Прабхатананда говорит, когда же, когда, когда исполнится это самое сокровенное желание? Шрипада Прабхатананда says, «When will this desire of my mind will be for you?» Радхе 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 Сначала хочу сказать, что переводы Говильда Мохини are astonishing by the beauty. Ашеломлены красотой. And then, Дамудабай, I want to add one practical observation to what you said about songs. Я хочу еще добавить к твоим прекрасным словам про песни, да, кое-что. It's so wonderful what you said about Radhika teaching songs to kinkari's, songs that cannot be learned because they are always new. Я был потрясен, да, тем, как ты писал, что Radhika учит kinkari песням, неповторимым песням, которые нельзя повторить. Что она учит kinkari, как быть такими же ошеломленными. и учит этому. And the message for us, ordinary devotees, а послание для нас, для обычных предовек, is to learn to be astonished by love. Как нам быть такими ошеломленными любовью? To learn to be surprised by where love emerges in everyday life, in little examples. Умение видеть в нашей повседневной жизни, это удивляться, видя эту любовь повсюду. Это наш путь. Это таков наш путь. Да, 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 да. Да, да. Да, да. Да, да, да. Да, да, да. Сегодня праздник. Немножко, чуть-чуть совсем прикоснемся к нему. Шиваратри. Today is the festival of Shivaratri, and I want slightly to touch this topic. Мы живём в его энергии. Because we are living in his energy. И в сути этой энергии является ошеломление. Ошеломление, которое испытывает Шиваджи, когда думает о Радике. Ошеломление, которое испытывает Шиваджи, когда он поёт песни для неё. И поэтому узнавать этот особенный аромат повсюду, это неоткрывная часть нашего процесса. Ведь цветы Вриндавана тоже поют. Реальность, в которой мы живём, наполнена содержанием. И суть этого содержания – это новоявление Радхики. И в этом восторг Шиваджи. И этим восторгом он делится со своей любимой супругой. И мы живём внутри этого восторга. И мы живём в этом восторге. Получить его благословение. И двигаться к своей мечте. И двигаться к своей мечте. И двигаться к нашей мечте. Суть каждого дня. А что, будем прощаться? Есть ли вопросы какие-то? У вас есть вопросы? Красивая цифра на часах. Сто восемь. Тысяча восемь. Maybe it's time to finish, because I see a very beautiful number on my clock. It's 10-08. Like, 108. Very meaningful. Very beautiful. Let's say goodbye then.